Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. С вами, как всегда, мы, Данил и Макс. Сегодняшняя тема ролика звучит максимально просто. Это ТОП-10 ножей от бренда QSP. Погнали! Давай, Макс, 10 место. Великий и ужасный игл от QSP. Черт. Ну, любителям керамбитов обязательно нужно присмотреться к этой модели. Массивный, он сыпистый. К всему орел, не знаю, может быть, вот эта вот насечка на мекарсе имитирует. Мне так кажется, что он называется орлом. Иглом как раз-таки из-за профиля клинка, который имитирует коготи орла. А я ставлю на оперение, вот, ну, видишь, это как перелья. Да, ну, в принципе, возможно. Но, тем не менее, смотри, у него еще тут насечечки такие. Следы когтей. Да, следы когтей. У него непосредственно, конечно же, есть керамбитное кольцо для страшных и ужасных трюков по разрубанию... Керамбамбитов. Рулона бумажных полотенец клипса не переставляется, соответственно, открывается за флиппер. В осевом у нас подшипники. Сталька здесь используется Д-2. В руке, кстати, сидит довольно неплохо. Учитывая, что это керамбит, он довольно неплохо это выполняет. Относительно прямая, да, почему проблем не возникнет, хотя вот этот, конечно... Да. Но на десятую строчку он попал, как раз, из-за того, что это керамбит. И в качестве обыкновенного EDC-ножа на каждый день он, ну, скажем так... Злобно скрывать короткие. Ну, не фаворит. Нет, нет, безусловно, нет, но нож внешне очень интересный. Да, согласен. Хищная птичка. Прошу любить раловку. Место номер 9. Ганнет. Он же баклан. У Киэспи вообще все ножи называются животными именами. Ну, да. Я сначала думал, что только птички, а оказалось, что не только птички было. Ганнет, по-моему, баклан, если не ошибаюсь. Слушайте, ну, смотрите, нож на самом деле абсолютно функциональный. Зачем он так заполировал, мне, честно говоря, не очень понятно, но интересная рукоятка из МИ-карты и карбона, 154 СМ. Клипсы не переставляются, монтаж открытый. Я не люблю фронтфлиперы, но с этим... Не, мне с этим тоже неудобно. Ну, что хотите, со мной делайте. Это... Ну, к этому надо привыкать. Наверное, поэтому девятая строчка нашего сегодняшнего топа. Сейчас. Дай ты мне его. Забрал и не хочет. Нужно отметить, что фронтфлиперы действительно довольно специфический способ открытия. Далеко не у всех получается открывать с первого раза. В моем же случае у меня это получается делать как указательным пальцем, так и большим пальцем. В осевом узле у нас используются керамические подшипники однорядные. Осевой винт стилизован под лагонтип компании QSP. Верно подмечен Максимом. Это два материала на накладках, причем на любой версии два материала идет. Не в зависимости от того, какая вы... Какую вы, вернее, себе захотите. Лайнер лог с насечкой, шарик детайна, керамика. 8,850 на момент съемок данного видео. В принципе, мне тоже понятно, почему он на девятой позиции. Как раз-таки фронтфлипер. Это очень специфический все-таки способ открытия, и далеко не у каждого получается его открывать. Не знаю, просто в целом, если есть ножи более интересные, этот к нему приспособиться несложно. В целом, нож, ну, по мне, так, скорее обыкновенный. Ничем особо не уделяющий. А вот следующий номер. Который номер 8. Номер 8. Это уже локус, да. Саранча, что-то возьми, да. Видите, по форме такой, тельце животного. Да, 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 да. С френью, так сказать, жопкой. Довольно хищный профиль. Монтаж открытый. Клипсы здесь не переставляются. Клипс, кстати, достаточно мягкий, как ни странно. Расцветка мне очень нравится. Да. Вечный сатин такой. Открывается он за флиппер. Прямая режущая кромка. Такая дерзкая резкая насечка сверху. Профиль, ну что, это вармклейс такой. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Сведен довольно тонко. Резать будет о-го-го. В остальном, вот зачем здесь насечка? Это типа вот так? Обратный хват, конечно. Страшная ночь. Чтобы воткнуть его куда-нибудь, в какую-нибудь столешницу. Ой. Ну, помимо флиппера с насечкой, кстати говоря, который довольно больно работает, бодро работает, тут есть еще и глаз, такой саранчиный глаз, чтобы открывать его средним пальцем. Спайди-флипом. Спайди-флипом. Действительно, вот эта насечка на Микарте имитирует то самое брюшко саранчи. Телец, да, это скорее на крылья, а это вот так, как находит на тоже. В плане эстетического нож исключительно приятный, такой прям вот, в хорошем слове, агрессивный. Ну, вскрывать им, конечно, коробочки или разрезать какую-нибудь упаковку. В качестве городского ножа очень даже. Очень-очень даже. 154-ка не ржавеет, поэтому можно обратить на него свое внимание. Рекомендую. На момент съемок фи-иды данного ролика стоит он 9 230 рублей. Продвигаемся дальше. Следующий номер нашей программы – долгожданный воркоголик. Трудоголик, вполне понятное название для ножа, но он же такой крепкий работяжка. Спуски высоченные, М690 на клинке, накладки из Микарты. Такой фултанк, рукоятка на самом деле худовата даже для моей небольшой руки. Комплектация у него забавная, огромный ключ для того, чтобы можно было снять накладки. Грозный моток паракурт. Да, правда. Ножны кожаные. Нам сгнило не очень понятно, почему кожа здесь, мне кажется, актуальнее было бы. Кайдекс. Кайдекс. С каким-нибудь теклоком. Ну да, потому что нож, наверное, в моем понимании, такой городской фиксик. Так в целом выглядит не дурно, но все-таки хотелось бы, да, такие... Да, мне тоже хотелось бы видеть тут кайдекс, потому что, ну, лично у меня, да как он и у тебя, собственно говоря, он прямо и просится куда-нибудь в горизонтальное ношение на поясе, чтобы все выдернули и погнали работать трудоголиком. Темлячка у него классная, конструкция фулл-танк, действительно резучий клинок, сведен, правда, не так тонко, как ножи, которые были в предыдущих выпусках. Это трудоголик, правда, что он для грубых работ позиционируется. В руке сидит хорошо, то есть, в принципе, он полностью оправдывает свое название. Единственный такой момент – ножны. Кто любит кожу, кто любит традиционные ножны – пожалуйста. А те, кто такие, как мы, ну, пишите в комментариях, собственно. На момент съемок стоит 8960 рублей. Там. Место номер 6. Пингвин. 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 Вот, слушайте, наверно. Красный пингвин. Красный пингвин. Ну, что это? Наверное, самый бюджетный нож в этой подборке. Наверное, скорее всего. 3330 рублей. Спуски мне сначала показались бритвенными, но нет, они прямые. Маленький, аккуратненький, такой работяжка. Вызывает самые теплые чувства. Лично у меня клипс переставляется, монтаж целиком открытый. Лайнер не облегченный, но учитывая скромный вес, особого тяжести ему все это не передает. Прекрасно обработана, собственно, носичка на лайнере. Информативный двусторонний шпенек, соответственно, открывать его можно, собственно, как угодно. Клипс глубокая, мягкая. У меня вопросов к этому ножу нет, это бюджетный хороший работяга. Я соглашусь с тобой, что это бюджетный хороший работяга. У него понятный клинок с спусками от 2-3 ширины клинка. Есть голомень. Закрепить в заточную систему будет удобно. Работать по доске достаточно удобно. Насечка на обухе. Сведен, да, довольно-таки тоненько. Ну, тут примерно где-то 0,5, если так, на глаз мерить. В целом, еще раз говорю, это хороший городской универсал, который можно рекомендовать смело кому угодно. Абсолютно осмысленный, понятный. И за свои деньги, ну, слушайте, сложно желать лучше. Именно на этом ноже хочу заострить внимание насчет того, как компания QSP обрабатывает, в принципе, МИ-карту. Ну, это коронная материка. Мне очень нравится то, что они ее не зализывают, то, что она фактурированная такая, в меру грубоватая. Еще со временем она немного подзатрется и будет прям вообще такая... Мне очень нравится. Прям вот вот берешь новый нож и понимаешь, что это предмет для работы. У него нет никакой агрессии, у него нет никакого вот посыла дурного... Пафоса. Пафоса в плохом... Да, пафоса никакого. И ты берешь руки и понимаешь, что это предмет для того, чтобы работать. Это вот у меня ощущение, что это какой-то такой ремесленный нож. Однако, следующая позиция, как по мне, то есть это уже место номер 4, она является более логичным продолжением модели Пингвин. Называется ножичек Хоук. Вот такой вот красавчик. Он уже не первый раз появляется на наших обзорах, далеко не первый. Но почему я считаю, что это продолжение модели Пингвин? Он, предыдущий нож, открывается только за двусторонний шпенек. Здесь у нас есть и двусторонний шпенек, и приплюсовался еще и флиппер. А идеология ножа ровно такая же. В целом, да, единственное, что здесь 14-28Н. Столюшка не капризная. Лержавой. Подшипник, однако. Да, действительно, он стоит, шпенечки с двух сторон открывают, что так, что этот клипс не переставляется. Минуточку, здесь, кстати, переставлялась на Пингвине. Ну да. Вот. Очень приятно обработанная Микарта. Фактура просто закачающаяся. Камера это не передаст. Живой выглядит прям как-то не шоковина хорошая. Такая вот очень глубокая приятная. Это, опять же, насечка на лайнере, насечка на флиппере, насечка на обушке, чтобы был пальчик куда упереть. Монтаж открытый. Темлячные отверстия. Ну да, вполне достойная работяжка. Длины клинка хватит для любых нож. У Пингвина мне нравится больше, но это на самом деле дело вкуса. Стоит на момент съемок 5370 рублей. И есть в огромнейшем количестве вариаций. То есть он есть с карбоновыми накладками, есть с 35-ки на клинке, есть с домастилом на клинке. С дамасском, прошу прощения, с домастилом их нет. С дамасском на клинке. Есть в различных цветовых решениях по Микарте. Короче говоря, если хотите себе яркий нож, советуем обратить внимание на модель Холк. Тут же, тут же у нас специальный гость. Игорь, иди к нам. Я со своим стульчиком. Вы знаете, кто это такой? Это ведущий канала «Ножевые новости» и «Ножико», на котором самая актуальная информация из мира ножей. А также он придумал одну штуку. Игорь, какую эту штуку придумал? Да штука-то простая. Скидка 7% для постоянных подписчиков и участников нашего чём. Знаете, кого благодарить. Подписывайтесь. Место номер 4. Рина, давай тут сделаем небольшую такую отсылочку для зрителей, которые, может быть, впервые слышат про компанию QSP. Расшифровывается она как «Quality Service and Price». Качество, сервис и цена. Да, и вот тут, на этом ноже... Мы немножко запнулись. Последнее немного непонятно. По Елику цена 36 тысяч 620 рублей. Но, тем не менее, за эту цену мы получаем М390 с закалкой на свете. Скидка анодированный. Анодированный титан. Министически обработанный вот этот обух. Это надо просто... Ну, мы покажем поближе, как это выглядит. Да. Анодированная клипса, сухая, выглядит всё очень-очень круто. Я бы тогда сказал, помпезно несколько. Совершенно для QSP неожиданное решение. Вот этот вот обломанный танто, я не знаю, как это по-другому назвать. Боуи танто. Боуи танто, да. Очень приятный фактор. У титана нож не тяжёлый. Приятно, интересно сделаны формы темлячного отверстия. В общем, ничего лишнего. Небольшой вес. Сведение, по мне, так не очень маленькое. Ну, вот мне бы казалось, можно было сделать потоньше. Ну, можно было сделать потоньше, но нож подкупает несколько другим. Действительно, крайне обычная насечка на обухе и на спейсере, что самое главное. Подобную насечку мы видели, к примеру, на следующем номере. На канале. Это было в таком исполнении. Да, на складных не было. Но, тем не менее, он открывается аж тремя способами. Даже четырьмя. Флиппер фронт. Флиппер. Нет. Фронт. Фронтфлиппер. Всё-таки слова, произнесённые на ганнете, подтвердились. Дол. Можно за долу пальчиком. Бам. Ну, и, соответственно, с другой стороны. Есть в двух цветовых решениях. Напишите, пожалуйста, в комментариях, постоянные зрители нашего канала, как вы считаете, вписывается ли данный нож в идеологию бренда QSP? Или же всё-таки как-то... Особенно по последнему пункту прайс. Да. Или всё-таки как-то выбивается из них? Нет, на самом деле, нож интересный. Нож сделан очень качественно, учитывая столюгу и, собственно, уровень исполнения, вопросов к его цене нет. Просто для QSP несколько неожиданно. Очень даже. Едем дальше. Ой, а ну, что, призёры. Ну, слушайте, старый добрый канаре с той самой насечкой на обухе, в жёлто-чёрном исполнении, на той же самой 14-28Н. Нож скорее аксессуар, хотя всякого рода вскрытие упаковок, мелкая какая-то история, им делает снура. Нож лёгкий, нож харизматичный, в качестве шейного аксессуара, особенно эти чудные карбоновые ножны, на очень классной цепочке их. Да, это прям, это прям... Такой аксессуар на каждый день, просто, и вы как нож рассмотрите, как какой-то вариант кому-то подарка. Знаешь, что мне видится в канаре в первую очередь? Ну, это очень удачный нож для девушек. У многих из них маникюр, да? Так. Многим неудобно открывать те же самые шпеньки, те же самые флиперы, а тут он лежит у неё в сумочке, в случае чего она надавила подушечкой пальца ножны. Если ей понадобился ножик, что-то отрезало, что-то вскрыло. Маленький, аккуратненько, внимание не привлекает, это действительно можно носить на шее даже летом, то есть никаких проблем с этим нет. Рукоеточка маленькая, она три пальчика, но с другой стороны, учитывая скромный размер ножа, буквально что-то открыть, и проблем не составит. Мне очень нравится, да, это скорее аксессуар, но, по-моему, вполне функциональный и очень клёвый. Учитывая ценник в 4830 рублей. За базовую версию. За базовую, но мы сейчас про неё договариваем. Очень даже хороший вариант. Итак, собственно, второе место, серебряный призёр, Оспрей, 14С28Н, переставляемый эклипс, обожаю проволочный эклипс. Да, это какая-то дань олдскул, что ли, в этих проволочных клипсах есть. Мне нравится он исключительно за флиппер, невероятно фактурно усыпистая мекарта, монтаж открытый, очень интересно сделано темлячное отверстие из отдельного куска. На манер ножей Джаспера Воксного, он тоже любит в темлячке выносить за линию ножа отверстие, а так да. Наверное, да. Ну, что можно сказать, спуски высоченные, спуски прямые, резать будет, как и лазерный меч, не капризный абсолютно, учитывая сталюгу. Лёгкий, совершенно тонкий, мне очень нравится, недаром, собственно, он у нас на... Ну, собственно, недаром он на втором месте. Нож на каждый день в прямом понимании этого словосочетания, потому что в ножи нет абсолютно ничего лишнего, максимально понятный и рабочий, и простой дизайн, который никого не напугает, который имеет при этом достаточные габариты по клинку. Ну, понятно, зачем он создан. Абсолютно понятная, простая и удобная вещь, учитывая ценник в 5480 рублей на момент съёмок, можно рекомендовать как нож за базовые деньги абсолютно кому угодно. Ну, действительно тонкий. Его вот как ни возьми в карман, ещё куда-то, он не обременит, он будет верным спутником, учитывая некапризную шталюгу, его будет несложно точить. Он не заржавеет, скорее всего, кроме каких-то прям клинических условий, господи, прости. Лайнеры здесь тоже не перифорированы, QSP, это бюджетная линейка. Но, учитывая, опять же, небольшой размер, вес здесь буквально не какой-то. Да, но тут я сразу перейду к золотому импульсёру, потому что, на самом деле, вот эти ножи по своей идеологии между собой снова, опять же, очень похожи. Если Элспрей у нас там на Сэндвике, то Мамбо второй генерации, это практически то же самое, что и предыдущая позиция, только с чуть большим клинком, но уже и с Д2, только с чуть большей рукояткой, но с той же самой Микартой, и тут лайнеры слегка выпирают за общую... Вынесенный габарит, что придает на мой вкус некоторые угловатости, но у него значительно тоньше обух, он аккуратнее, видимо, в плане реза. У него перфорированные лайнеры. Да. Облегченные. У него также переставляемая клипса, надо сказать, довольно мягкая. Всё тот же открытый монтаж, подшипники у всего музлея, выглядит достойно. Ну, скажем так, мы с Дэней так и не решили, кто на первое, кто на второе место, я всё-таки ставил на Элспрей, но давайте оставим это на ваш суд. Как вы думаете, этот или этот? Покажи, пожалуйста, Элспрей нам ещё раз. А эти? Он мне... Кто из этих двух товарищей я ставлю на Элспрей, Дэня, соответственно... На Бамбул второй генерации. Ждём ваших мнений, было бы очень интересно. Да. Так, дорогие друзья, на этой позитивной ноте предлагаю заканчивать наш сегодняшний топ. Ждём вашего мнения по поводу представленной подборки. Хотелось бы знать, какие ножи вам пришлись по душе и, главное, почему. В каком порядке вы бы их расставили в своём рейтинге? Ну, собственно, всегда ждём и рады вашим комментариям. Лёгкого реза. Пока. До свидания.